уже заканчиваем ее монтаж так вот она будет в чем специфика на первый километр будет туда идти с 19 промежуточными опорами а обратно возвращаться всего с двумя опорами будет 250 метров пролет потом 400 метров пролет и потом опять 250 то есть сегодня сказать что это без удорожания путевой структуры можно сделать пролет 400 метров сегодня не существует технологии которая может это даже продекларировать а мы выходим это в демонстрацию поэтому дальше мы будем увеличивать пролеты до 500 до 800 до километров поэтому здесь основная логика этого городской системы что она может решать те задачи которые не может решать никто то есть без строительства мостов а как она зимой? ограничений не имеет? нет, нет так как очень большие контактные напряжения то никакой лед, никакая соответственно снег просто ей не мешает то есть эту трассу не надо эксплуатировать не надо чистить не надо это она сама себя чистит и это экспериментально уже а скорость какая? для вот этого вида транспорта сейчас расчетная скорость именно эксплуатационная скорость это 150 километров в час и тот и другой и тот и другой, да причем сейчас это персональный транспорт это общественный транспорт еще никак не могу персональный, а здесь еще вот вы рассказывали мне что там можно педали да, но это давайте мы вас пригласим специально покажем так сказать друзья сори, 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 сори можно так сказать это? очередь, очередь очередь ой, тут столько народу вчера первый вице-президент Симонса крутил педаль и был такой довольный, счастлив просто так сказать значит смотрите, пока девушка крутит это мы как раз это разрабатывали как прогулочный транспортивный но с точки зрения расчетов 0,2 киловатта, который вырабатывает вот эта машина будет ехать со скоростью 60 км в час только на велотяге всего у нее расчетная скорость 150 км в час еще крутит только задний да, это такой это такое велорикша, так сказать как бы один крутит, второй едет то есть это поехали поехали, поехали вот я просто пока сейчас прошу эту машину спроектировали, изготовили за 4 месяца я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на качество изготовления как она сделана ну это так аккуратно не, ну просто весь вопрос, что друзья это сделали сами за 4 месяца в наших лабораториях в наших цехах это не где-то заказано это сделали наши специалисты то есть это тоже на это обратить внимание теперь там то есть как как работает как это самое то есть а производили где? у себя, это на своих в Минске, да? в Минске, да мы забрали все цеха, которые относились раньше к проекту Йомобили вот то есть Йомобили да, то есть у нас в Минске тоже да, да, они были в Минске и сегодня мы забрали и людей, которые там работали и эти площади, которые не, не, нормально не, более того друзья, я могу сказать что мы когда столкнулись с тем что концептуально они предлагали концепт был очень мощный они не довели до реализации это просто по ну скажем так по политическим соображениям вот тут мотор-колесо которое я сейчас покажу мы где-то есть это в общем-то очень серьезное решение сегодня весь мир выходит на концепцию мотор-колеса поэтому поэтому это вот как раз изюминка это собственно основа концепции технологии вот это вот может быть от двух с половиной до двадцати пяти киловатт вот этот электродвигатель это мотор-колесо это сразу то, что катится да вот здесь их находят там может стоять два, четыре, шесть, восемь вот и соответственно вот это все представляете нет ни ДВС-а двигателя внутреннего сгорания ни коробки ни распредки ничего это вот весь блок то есть вот здесь вот тормозной блок нет причем вот это едет прям по рельсу вот это едет по рельсу да это стоит а вон рельс то есть вот как бы мы специально повесили видите так сказать внутри струна натягивается и вот это вся путевая структура а и он при этом вырабатывает электричество что-то нет электричество дает аккумулятор сюда да да но сейчас мы прорабатываем там будет и запитываться электричеством то есть электрифицированно то есть по рельсу будет пускаться Контакт на сети, он, соответственно, будет запитываться прямо от рельса То есть эта система вообще очень простая И вот это позволяет вот этому нашему Юнибусу двигать Сейчас для сравнения у нас стоят там машины, подвесные трамваи Где электродвигатель, так вот у них блок этот весит 2,5 тонны А вот так вот сейчас туда за Сименс пройти Там есть подвесной трамвай, который Вот мы специально сделали сравнение Вот этот блок Юнибус выполняет ту же самую задачу Подвешивает трамвай и движется Но у них 60 километров в час, у нас 150 километров в час Но там это не ваша машина, да? Нет, конечно Это традиционная сегодня электромашина, железное колесо Представляете, у трамвая сегодня колесо Просто можете представить? То есть сегодняшнее колесо у трамвая, оно ставится И вот это все, вот она инновация То есть у нас это все весом 5-6 килограмм И дальше у нас их может быть 8-10 Сколько в зависимости от необходимости Вот, и соответственно Я вот только что сейчас Володя Это вид Сумера Самары Я говорю, вот смотри Вот двигатель, подвижной состав Аналог метро Едет со скоростью 150 километров в час Как думаешь, сколько мощность двигателя здесь? Он так крутил, ну где-то около 30-40 километров 25 киловатт Сегодня можете представить? Автобус или трамвай, который везет 14 человек Соответственно с 25 киловаттами Вот, поэтому здесь инновационно все Вот все, что мы сейчас делаем То есть лишний миллион долларов Километр сто Вот этого или вот этого? Вот этой Вот этой, да Именно городской системы Это и три нам, Алексей Нет, три это, смотрите, опять же Это все будет в зависимости от проекта То есть какие пролеты, сколько станций Сколько подвижного состава А у вас есть сейчас там, грубо говоря Расчетное, максимальное расстояние между пролетами? Вот вы говорили 250, 400 Вот сейчас мы Или вы еще будете это тестировать? В экотехнопарке мы сейчас строим Мы сейчас строим первый километр с пролетами по 50 метров Ну там 40-50 Это на километре 20 опор Саша говорил о том, что вы готовы там В плотной истории строить Не, не Смотрите, мы работаем сейчас Вообще у нас структура какая Вот эта белорусская компания, которая представляет Это научно-производственная компания Которая именно разрабатывает и строит экотехнопарк А есть создан специальный ряд финансовых структур Это венчурные фонды, которые сейчас финансируют А сейчас вот буквально через час приедет сюда представители Ну таких фондов, как Эйфельгрупп Приедут представители еще ряда очень крупных фондов Которые уже начинают рассматривать как инвестиционно Поэтому мы завязываем производство и возможности финансирования Да, и мы на себя берем задачи и привлечения инвесторов Не только как мы сейчас работаем Не только сегодня как мы работаем Вот то, что мы с вами проговаривали тогда в Москве Я правильно понимаю, что если мы подписаны На какое-то соглашение о том, о взаимодействии и так далее То вы затраты на структурирование проекта На этот концепт-стадии, на основании инвестиций Вы готовы взять Конечно, конечно, конечно То есть мы выходим на что мы сейчас прорабатываем В том числе и с Чеченской республикой Сколько времени вам нужно на этот концепт-стадию На предпроект направиться? Ну, тогда техзадания, потом нужны данные Но вообще это надо начало работы То есть мы бы предлагали как уже с точки зрения Именно структурирования работы Мы бы предложили подписать соглашение Соответственно, пригласив вас уже на ходовые испытания Чтобы вы увидели, что это ездит, работа А потом в несколько этапов Первое, разработать концепцию Потому что нельзя делать один проект Вот мы с Самарой начали говорить Ну давайте вдоль набережных построим одну татуру Ну это ни о чем, то есть какой смысл нам сейчас строить аппарат Я-то думаю, что-то типа Мья-Златолус Ну вот Через Солнечный здание Мья-Златолус, Челябинск, КПС Ну вам надо бы поговорить на трафик Конечно, конечно, конечно И показать места Да И трассный центр, который будет развиваться между городами А там трафика будет достаточно? То есть еле на Челябинск сразу не замахиваются? Может быть какую-то часть Челябинска? Общественный транспорт в какой-то части Челябинска? Нет, просто Челябинск сложнее Я-Златолус в смысле простой Я-Златолус в моноградах И это можно попробовать сделать, чтобы это инфраструктура Какая инфраструктура Да, конечно На этом можно взять деньги в фонде Монограда И второй вопрос, очень важный, который здесь Внутри сразу закладывается Это и линии электропередач То есть это коммуникации И оптиковое окно То есть это универсальная система То есть она сразу решает не только транспортные задачи То есть это все входит в ту стоимость? Все входит в ту стоимость Да Ну вот я тебе говорю, что вот история Туфутболы городов Мы рассматриваем сейчас Мы рассматриваем Снежинк сейчас в Томской области Там еще уникально, почему? Потому что там есть элементы вечной мерзлоты И там вообще они трамвай поставить не могут Потому что эта история длится уже лет 50 И не могут ее решить И вот мы сейчас ее предложили решить Потому что нам вечной мерзлоте Опоры ставить в принципе сложности нет никакой Ну то есть это технологичная решение То есть это тоже по подходу Поэтому Давайте готовить тогда соглашение И в рамках соглашения уже пропишем Что мы должны сделать Как мы должны сделать Какой документ должен быть То есть я думаю, может быть даже лучше соглашение Тех, шеф, положить Как календарный фронт график Что мы делаем Когда-то сформированием ключевого Да, да, да Выездное место, да? Да, да И естественно Вот мы как именно компания Предлагающая технологию Чего мы хотим встречать Именно с него и сделать Я бы... Смотрите, мы хотели бы Что вам предложить Мы бы написали вам концепт, стратегию Потому что мы знаем ряд возможностей технологии Которых вы сегодня даже не предполагаете Частично стратегия уже была описана Возможно вы получали документ А вам проект Вот надавно мы отправляли Господин Украинифа И... Это начальник управления И все все транспорты Того же откуда есть То есть вы отправляли Дубровскому Какая информация была бы не такая И Дубровскому также отправляли То есть через открытые контакты То есть вы уже делали Как-то пригарительный коронавирус Да, да То есть... Тачка была Но, естественно Нужно прорабатывать по конкретным Нужным и необходимым вам проектам Челябинск, я могу... Сыграл определенную роль Вот я могу сказать Вот это идея, концепция Год назад Мы приехали на нашу конференцию в Челябинске Когда поговорили там Ну нет, мы с вами проводили конференцию С нашим инвестором Нам сказали, что есть потребность Легкой системе Скоростных именно То есть не рассматривать проект Челябинск, как ты его Это было год назад Где-то в августе И мы, соответственно... Мы проводили... Да, и мы вот сделали И потом приехали к генеральному конструктору Именно вот это вот Да, научно-производство Показывали слайды Объясняли технологию И, соответственно, привлекали в мастерство И когда мы вернулись к генеральному конструктору И говорим, вот есть потребность вот такая Так вот, и она родилась сначала Как концепция Потом проект, теперь машина И мы можем сказать, что Челябинск этому сыграл Самую такую прямую роль Потому что они... Так, а мы первый проект хотели сделать Продевали, пытались И называли его как проект «Поехали» Саша! Маркетинг про Челябинск Давай их в салатку связываем Вот эта вот история Еще раз говорю, ее можно взять То есть там у нас в первую форму Соглашение готовим? Соглашение И начинаем разрабатывать проект Проект Еще раз Голкоуст МИАС Через солнечную долину У нас пассажиропотока там хватит? Да мы его сформируем еще сейчас весь вопрос Нет, ну чтобы это окупалось Окупаться-то она будет То есть там у нас есть сиротин, который будет готов, если что, окупать То есть если все пойдет через него Все пойдет через него У него будет станция Ну, то есть смотри МИАС-Владаух там по прямой сколько получается? Километров сорок? Меньше Меньше Ну то есть это получается вот около 30 миллионов долларов Там получается 10, 10, ну 20 20 То есть вот, у вас 20 миллионов долларов Сколько год? Включение, наверное, на 3 миллиарда Постамате даст все и места, и... Туристические платы Не, ну просто получается, что они будут ездить друг к другу, МИАС-Владаух То есть... Ну то есть, если бы мы из Челябинского куда-то подтягиваем Ой, сертификация-то отдельная Но если мне кажется, вот это вы смотрите Сейчас мы тогда это отвечаем Потому что много задают вопросы Ну то есть, зачем вот им друг к другу ездить? То есть, за того, что ездить кататься на Солнечную долину, а МИАС-то ездить... А эти два города Один... Более прогрессимый Более прогрессимый То есть, вся основная задача докторения экономики Ускорить передвижение людей Это дает 2-3 процента Вот и все То есть, и одна из основных задач То, что говорил Михаил Дмитрий Это как раз сделать связь между малыми городами Да, да, да Это огромный ресурс, который мы нанесем И вот как раз вот для этого это вся идеальная система Просто как правильно это подвести под форму городов Это очень важно Ну это опишем Давайте вот как раз вместе это проработаем Сделаем мы там свою научную школу подключим То, что мы делаем Мы сейчас работаем Я говорю там Мы долгое время вообще от России пока Пока нас не звали, мы не работаем Мы пишем сейчас концепцию для Молдавии Мы пишем концепцию для Монголии Сейчас у нас готовят Да, Молдавию Мы готовим для Боливии Вот сейчас Вчера прям было официальное приглашение в Филиппину Я прибыл представитель А вот история с этим Созированием Сертификация Сертификация Очень всем много путают Сертификация это система безопасности То есть то, что мы сделаем Должно соответствовать всем требованиям безопасности Где это СНИПы, где ГОСТы, где там То, что мы при проектировании Сразу закладываем самые высокие стандарты В любой стране Ну люди в России Запасы И, то что У вас Ростехнадзор, все равно, к нему придется Естественно, Ростехнадзор придет к это строю То есть, когда надо давать разрешение на строительство Я Castra Нет, проектируем Мы сейчас это делаем в Беларуси По беларуским снигам мы это сделаем А потом экспертиза Естественно Естественно Но в экспертизу Готовится готовая машина Предоставляется Когда готовая машина спроектирована, изготовлена по всем уже заранее завышенным требованиям, то дальше делайте экспертизу, какую хотите. Понимаете? Экспертизу, то есть для того, чтобы что-то экспортировать, нужно быть с них на привязанной кодеку. То есть у вас пока сертификация у нас есть? Ну, то есть Лена говорит о том, что нет стандартов именно для этого вида... Конечно, конечно. Поэтому мы сейчас сертифицируем, мы это сертифицируем все по отдельным узлам и агрегатам. То есть машины... А вы работаете с работой таможенного союза? Конечно, 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 да. Я могу сказать, что мы только что прошли всю экспертизу экспертного совета при Минтранс. И вот в инвектор, прямо после этой выставки, едет как раз в Минтранс докладывать о том, что мы сейчас делаем. Естественно, каждый шаг, который мы делаем, он разводит. То есть у нас путевая структура, она идет сейчас как мостовые ванковые консервы, как валки. То есть подвижной состав, это как электромашины, электропоезда с того уголок. То есть они сейчас существуют. А сколько у нас будет? Не, ну это правда. Выставка завтра, последний день. Ну завтра, я думаю, у вас и будет отнимая презентация. Ну это уже, когда приезжают... Ротклуб наш, один из главных партнеров, это экс-министр транспорта и разведения инфраструктуры Южной Австралии. С помощью компании MBA, это высшая консалтинг, компания, которая как раз таки анализирует серьезно транспортные вопросы, инфраструктурные решения. Мы у них прошли все вопросы, поэтому ротклуб с нами с ним выключили. С ним тоже можно где-то пообщаться, потому что он находится на нашей настоящей ситуации. То есть там продумывается стратегия вообще комплекса по Австралии. То есть тестовый участок, вы абсолютно правильно подразумеваете, допустим, МИАС и Латауст. И, соответственно, это тестовый участок, и желательно, чтобы он был окопаемым, естественно. Там тестовый участок между двумя участками университета Аталуида. А, затратная эксплуатация. Она должна быть не то, что должна, мы сразу считаем, это самоокупаемая система. Самоокупаемая, естественно. Нет, это зависит от трафика. Ну, конечно. Ну, то есть здесь же нет ни билетера, никого, никто. Нет, автоматизированная система. То есть она, ну, как на этом, ты купил скипас, зашел внутрь, сел в нее. Даже не сел, у нас это все, да, только встал. Сидячек, ну, по концепции мы предполагаем, сидят только беременные и больные. А остальные все-таки при... А скорость перемешали? 150 км в час. Да. То есть... Ну, вот эти 20 км, сколько она будет? Ну, считайте, 150 км в час, 20... Нет, она пока разгонится, а разгоняется. Ну, с этим электродвигателем мы будем разгоняться ровно настолько, сколько нам позволит комфортность. Ну, а смотрите, вот, кстати говоря, вопрос. Вот, предположим, если она едет со скоростью 150 км в час, а потом что-то там у нее заклинило по пути, и она резко тормозит. Соответственно, все эти 20 там человек, которые здесь набиты, как сельди, они там спрессовываются в такую котлетку. Это вопрос хорошо, просто при управлении электроникой, это фактически интернетовская система. Это движущийся аккаунт. И у него не может там такое произойти, что он завтра что-то встал там. Может сравниться? Это только если теракт или что-то взорвали, или что-то здесь... По тросам или... Нет, по рельсам. Мы как раз показывали, что это вантовый рельс, внутри которого находится преднапряженная струна. Почему называется струнный транспорт? Потому что мы армируем рельс, и получается внутри, да, очень... Он внутри идет с провисом, с прогибом, а поверхность получается идеально ровной. Вот. В этом как раз и есть это одно из основных ноу-хау. И дальше есть определенная конструкция анкерных опор, которые принимают это напряжение. И вот как раз все ноу-хау заключается в том, чтобы... 6 километров в стое, это сколько? Нет, ну то есть если... 6 километров в час, это в фиге... Ну это 6 минут. Там, да. А чем обесцвечивается безопасность, то есть, что вы говорите, это все там? Ну не 6, не 6, там 8 минут, с учетом разлона, ну то есть где-нибудь там, ну 12 минут, условно. 12-12. Вот. Поэтому мы почему не предусматриваем сидящие места, потому что зачем, когда человек едет 10-12 минут, для него строительство, и более непропускная способность войти, выйти, все, это только вот инвалидов. То есть у нас предусматривается, если беременные, больные, они сидят, если инвалиды, значит для него коляска, соответственно, это все. Ну у вас тут... А, ну хотя там это платформа... Конечно, конечно, это выезжает... Потом, вы же не забывайте, что он же висит, он же подвесной, поэтому он подходит на тот уровень, который нам в принципе надо. Вот. Так что это? Мне интересно, конечно, посмотрю, понаблюдать... Нет, не, ну по крайней мере, тут уже вживую, а не в буклете. Не, ну прототип, да, работают. Здесь, друзья, мы вам просто говорим, здесь на выставке проходить нельзя. Нет, это понятно. Мы в данном случае промежут. Поэтому мы говорим, мы вас приглашаем, мы вас приглашаем в Минск, давайте приедем, посмотрим это все, потому что... А какие там сроки у вас окончания строительства? До конца зимы. До конца зимы мы будем демонстрировать. Нет, 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 когда вы начнете демонстрировать? В конце октября, в начале ноября вот это уже поедем. То есть сейчас идет уже монтаж путевой структуры. Ну, где-то к середине ноября будут уже первые пролеты, ну под Минском. Это 60 километров от Минска, от Мариногорка. То есть мы предлагаем организовать первую встречу непосредственно наушно-производственном конструкторском предприятии, чтобы познакомиться с процессом производства, с инженерным городом и так далее. Познакомиться лично с Анатолием Двардовичем Ницким, проехать на Экотехнопарк, на Мариногорку. И вторая встреча, это на первой встрече мы подпишем рамочное соглашение, которое сейчас согласуем.